Утро у нас начинается рано. Мы как встаем, выходим во двор, начинаем чистить во дворе, подоить. Хозяйство большое, около 50 голов. Это и дойные коровы, и телята. Плюс отара овец. Ради съемок график менять не стали, поэтому к нашему приезду в половине одиннадцатого все уже было сделано. В таком режиме семья Туяны Хайходаевой живет уже шесть лет. Впрочем, для жительницы Улуса Ангой подобная работа знакома с детства. Но в 2014-м она стала фермером официально, все свободные средства постоянно вкладывая в дело. Была засуха, мы покупали корма, потом большую машину покупали, ну, чтобы тоже корма покупать это накладно, чтобы, если что, на своей машине привезти. Не до жилья было? Не до жилья, но вот сейчас вроде более-менее так. Пока всю технику приобрели, чтобы пахать, сеять. Дому Хайходаевых больше века. Сейчас на 35 квадратных метрах прописаны пятеро. Двое взрослых и трое детей от 4 до 16 лет. Жилье родное и теплое, но места уже, конечно, мало. Поэтому решили участвовать в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Необходимые документы помогли собрать сельхозуправление Байендаевского района. Туяна Хайходаева – одна из 14 селян, которые сегодня получили свидетельство о предоставлении выплаты на строительство или приобретение жилья. На это в рамках программы выделены почти 57 миллионов рублей, из которых 12 – средства областного бюджета. Суммы выплат разные, в зависимости от количества членов семьи. Цель проста – поддержка молодых жителей сел и деревень при Байкале. Которые изъявляют желание заниматься сельскохозяйственным производством, либо работой в других направлениях нашей жизнедеятельности на селе. Конечно же, необходимо обеспечивать жилье. Это одно из направлений, которое и правительство, и губернатор поддерживаем. И, конечно же, будет проводиться работа и дальше. Работа продолжится и в хозяйстве у Туяны Хайходаевой. Правда, хлопот будет немного больше. Впереди ведь – строительство нового большого дома. Мы будем строить бусовой, как земля отойдет, чтобы фундамент залить и построить дом, чтобы он дал усадку. И на следующий год, года два, после усадки, чтобы отделку сделать. До конца марта подобные свидетельства получат еще 24 человека. По поручению в Рио губернатора Игоря Кобзева, правительство региона сейчас работает над привлечением дополнительных средств. Это позволит расширить круг получателей социальной выплаты. Алексей Шопенков, Александр Волков, АЭС-ТВ.